Всем привет! Это второй сезон вот этого самого бассейна. Покажу, как у нас устроено. Возможно, для кого-то будет какая-то полезная информация. Погнали! А дальше, чем хорошо, когда круглый бассейн, можно так ножками отталкиваться, и получается прям водоворот, который сам тебя несет. И вот так вот это плаваем по кругу очень довольно-таки быстро. Вроде бассейн маленький, но в то же время какой-то большой получается. Но в следующем году мы его точно купим повыше, потому что нужно будет уровень поднять. А так прям все идеально. В прошлом году, как вы помните, бассейн у нас стоял просто на земле, и после этого мы решили все-таки строить под него вот такой вот помост, или как он еще называется. Короче, то, на чем он стоит. Здесь уже сделали дорожки, чтобы можно было проходить. Значит, наш настил. На таких блоках они идут буквально где-то примерно через каждый метр там, потому что бассейн в будущем планируется делать еще больше, поэтому, чтобы все это дело выдерживало. Но для тех, кому интересно, вот изнутри это выглядит все вот так вот. Вот так. Плюс, когда мы так сделали, решили сделать вот такой вот, типа как заборчик, потому что когда ты встаешь сюда, ну чтобы как-то, и соседи меньше видят, чтобы тебя меньше видели, чтобы было так, знаешь, уютно, потому что, когда ты, к примеру, вот отсюда смотришь, то реально как-то уютнее себя чувствуешь, потому что ты как-то немножко защищен. Здесь все продувается, ну и можно здесь будет какую-то подсветку повесить. Я уже на Алиэкспрессе заказал, чтобы она красивая была на солнечной энергии. По поводу самого бассейна. Бассейн у нас, насколько я помню, Интекс. Модель я вам сейчас давайте напишу, потому что модель я не помню. В том году я ее уже обозревал. А, ну вот она. Модель, значит, 366 на глубину 76 сантиметров. И номер модели здесь, наверное, не ясен. Ладно. Они, короче, все равно вот так отличаются. 366 будет у нас. Каркасный бассейн. Вторая сборка. Очень простая и легкая. Но случилась одна неприятность. У нас случилась пробоина. Сейчас она снаружи выглядит вот так вот. Это скотч, который по водосточным трубам. Короче, здесь под ним специальный клей, который для резиновых лодок. Но так как все изначально, когда обнаружилось течь, уровень воды был уже примерно где-то вот такой вот. А сливать уже ничего не хотелось, потому что здесь клей такой, который на сухую должен клеиться. Вот. Я здесь сделал такую тему. Изнутри таким же заклеил. Магнитами сцепил. А потом уже купил. Вы сейчас его не увидите. Вот здесь вот такая вот специальная вот заплатка изнутри. Она как раз клеится по воде. Вот. Она специально для бассейнов. Стоит вообще 10 штук 100 рублей. Вот. Идеальная тема. Изнутри закрыта. Течи нету. Вообще никакой. Поэтому такие штучки всем сразу советую. Берите. Потому что после одного раза где-то вот случилась пробоина. на моменте, когда мы его либо убирали, либо доставали. Вот. Одна есть. Во всем остальном идеальная тема. Бассейну сейчас два дня. Я его налил. Вода была. Ну, плюс-минус где-то коричневая. Засыпал хлоритекса. И все. Водички сегодня уже купались. Неприятность коснулась еще обогревателя. Это уже новый обогреватель. От Bestway. Потому что их всего лишь два. Есть от Intex. У нас был. Но там каким-то образом, я не знаю как. Там вот эта штука. Она находится вот здесь не так отдельно. Она находится прямо типа на вилке. Она как-то у нас промочилась. Не знаю как. Хотя она всегда закрыта. То есть сейчас это я открою, чтобы вам показать. Она всегда у нас закрыта. Как-то замочилась. После сборки бассейна. Вот такой вот хлоритекс. Второй сезон пользуюсь. Вообще отдельная тема. Первый раз 200 грамм засыпаешь. В течение 18 часов купаться нельзя. Потом понемножку поддерживаешь чистоту. Значит, что я понял за это время. Вот такой вот фильтр. Который шел вместе с бассейном. Плюс внутри фильтра, который стоит. Я его не менял. Потому что он в хорошем состоянии. Я его примерно где-то раз в два дня промываю. И песочный покупать для такого размера даже не планирую. Потому что песочный фильтр. Под него нужно здесь басик вырезать. Этот погонить не хочется. А вот с таким объемом, который здесь. То совершенно нормально справляется вот этот. И к нему вот такой вот обогреватель. Первый бествей. Он здесь у нас показывает, что здесь температура. Наверное. Хотя нельзя там дисплей есть. Еще так не разобрался. А, нет. Просто он показывает, что он включен. Он. И клавиша сенсорная. Вот. Обогревает воду. Здесь мы получаем теплую воду. Обогревается на 1 градус в час. Дальше соединение. Оттуда забирается вода. Приходит фильтр. Очищается. Приходит в обогреватель. И дальше приходит сюда. Сейчас заказал уже скиммер. Который мусоровловитель. Чтобы вот здесь, когда мы уезжаем, плавал скиммер. И чтобы не пользоваться вот этой вещью. Чтобы вручную не собирать. Чтобы это все автоматически было. И плюс буду подключать к Алисе. Чтобы можно дистанционно было запускать насос. Ну, точнее фильтр. Именно вот с этим скиммером. Чтобы когда ты приезжаешь, уже бассейн был подготовлен. Вот. Стоит на помосте офигенно. Зонтик, наверное, потом усовершенствую. Надо будет большой купить. И завтра нам сюда еще мебель приезжает. Мебель. Двойной диванчик. Два кресла и столик. Вот. Будет у нас тут такой небольшой уголочек. Ну, он всегда, кстати, в тени. Это хорошо. Питается бассейн у нас вот с этой розетки. Специальный удлинитель. Но, правда, он не очень длинный. Получилось. Можно было, конечно, покрасивше сделать. Но это мы в будущем сделаем. Чтобы он вот там нашел. Но не хватает длины. Поэтому приходится вот здесь вот делать. Ладно. С этим чем-нибудь разберемся. Вот такой вот он. Бассейн. Второй сезон. 2021. Вот такая вот штука у нас получилась. Сейчас здесь у нас засаживается еще огородик. Будет красота. И осталась вот только мебель дождаться. И будет вообще идеально. Ну, а тут летний домик. В будущем надо бассейн, короче, покупать прямоугольный оттуда до сюда. Ну, высокий. Можно будет плавать. Ты, конечно, так плаваешь. Тут не обращай внимания. Это все так не подготовлено для вас. Здесь можно что-нибудь чаек, кофеек прямо отсюда забирать, подавать. И окна. Окна к нам новые придут. Они раздвигаются вбок. Это уже старый вариант. Поняли, что это не особо удобно. Если есть какие-то вопросы по бассейну, задавайте. То, что обслуживание вообще легкое. Главное засыпать этот хлоритекс. И пылесосить. А пылесосить сейчас я вам покажу, чем. Пылесошу я. Обычно вот, ну, шланг берешь с водой. И дальше вот такая вот штука. Сеточку привешиваешь вот сюда вот. Сюда вставляешь шланг. Таким образом. Ну, здесь удлинялка. Когда ведешь по бассейну, у тебя отсюда вода. Засасывает все. И попадает вот сюда как бы в мусоросборник. И таким образом все со дна бассейна вычищается. Идеальная штука для каркасных бассейнов. Но пока это не требуется. Их хлоритексы закупил. А вот они, кстати, вот такие вот наклеечки. Тоже, по-моему, от Быстр Вейс, что ли. Которые именно подводные. Их можно уже при полном бассейне использовать. Ладно. Вот такие дела. Спасибо, что досмотрели. С вами был Ре. До новых встреч. Пока, ребята.